всем привет сегодня рассмотрим очередной паттерн проектирования это поведенческий паттерн который называется состояние и пример я буду брать оттуда откуда и брал предыдущие пару примеров а именно вот вот прямая ссылка открывать я здесь уже не буду не буду хотя почему не буду вот же у меня открыто так вот 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 здесь то есть это хороший человек взял и перевел другой сайт либо точнее книгу в которой описаны паттерны и здесь очень очень хорошие примеры очень хорошо все описано поэтому отсюда отсюда я все и беру но не все до этого я не знал об этом ресурсе и некоторые по некоторым паттерном я придумал какие-то свои примеры ну старался придумывать свои примеры вот ну короче 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 если не хотите слушать вы всегда можете перейти по этому ресурсу и так и так ну по факту такое будет зачитывание с того ресурса ну и деться демонстрация да то есть я оттуда покопировал эти куски кода и соответственно сейчас будем это все рассматривать и так к примеру вы работаете над небольшим платформе вам прод в платформе rom сайт скроллером ваша задача заключается в моделировании героини которая будет аватаром игрока в игровом мире вот у нас есть героиня это значит что она должна реагировать на пользовательский ввод нажимаете буковку бэм кнопочку бы точнее и она прыгает все довольно просто вот как бы выглядел бы этот код а теперь внимание заметили ли вы какой-нибудь баг пару секунд на просмотреть ну и кто заметил тот молодец здесь нет никакого кода предотвращающего прыжок в воздухе то есть если вы будете нажимать кнопочку b она будет прыгать 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 и прыгать снова то есть подлетать будет каждый раз и и и и пример 2 это можно решить если добавим булевский флаг из джампинг соответственно нажимаем кнопочку б смотрим ты в прыжке или нет если нет возводим флажочек и прыгаем ну этот флажочек понятное дело где-то потом сбросится но это не суть то здесь это не нужно смотрим смотрим смотрим-смотрим вроде все нормально но нам же нужен еще код который будет устанавливать из джампинг обратно в фолкс когда ну я об этом сказал да когда героиня опустится на землю поэтому здесь в этом коде но в этих примерах некоторые вещи убраны для простоты понимания то есть главное вам словить идею а словить идею это именно паттерн состояние он очень схож с конечными автоматами но конечный автомат от немного другое хотя они и очень очень похожи а порой можно сказать даже одинаковые но идем дальше идем значит сначала рассматриваем вот эти примеры так вот вот мы предотвратили повторный прыжок до двойной прыжок то есть как пока героиня в воздухе дальше мы к примеру захотели добавить героиня игрока возможность пригибаться когда она она находится на земле и вставать когда кнопка отжимается ну это у нас пример вот здесь то есть кнопочка b это мы прыгаем кнопочка вниз если мы не прыгаем то мы приседаем так ну и встаем когда кнопочку отпускаем да релиз даун отпускаем то есть нажали присели отпустили стали а ну-ка посмотрите внимательно и кто заметит из баг здесь можете нажать на паузу и подумать и подумать так вот здесь тоже избах но с помощью этого года что может делать игрок игрок может нажать вниз для приседания а нажать b для прыжка отпустить вниз находясь в воздухе то есть мы нажимаем б героиня прыгает и отпускаем просто кнопку отпускаю и в этот момент героиня переключается картиночка переключается в режим стояния прямо когда находится в воздухе значит что нам нужно для этого сделать правильно как вы и в этом случае добавить еще один флаг проверить находишься ли ты там в этом ну ну состоянии присеста так сказать или нет это пример 4 смотрим если ты не прыгаешь мы нажимаем вниз да то мы взводим некий флажочек который говорит что мы сейчас присели иначе 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 так где тут сейчас подождите так как мы исправили до предыдущий бах а вот если к примеру мы прыгнули нажали кнопку b а потом отпустили кнопку здесь же не указано какая кнопка отпущена так вот если ты в режиме присеста так сказать то картиночка меняется на стояние иначе же картиночка не меняется соответственно в прыжке мы можем отпустить кнопку и бага уже не будет но надеюсь вы поняли так вот это все хорошо теперь было бы неплохо добавить героине способность атаковать подкатом когда игрок нажимает вниз когда он находится в воздухе то есть нужно нажать кнопку b а потом нажать вниз чтобы атаковать подкатом чтобы атаковать подкатом ну это как раз как раз вот здесь она и добавляется если нет не здесь а ну-ка секундочку да это не здесь чуть-чуть упустил но как это добавляется если мы хотим чтобы героиня подпрыгнула и чтобы мы нажали когда на воздухе вниз и чтобы при этом она атаковала подкатом то нам надо добавить еще вот сюда кое-что сюда добавить вот такой если мы не в прыжке так и из из докинг вот так то тогда прыжок иначе иначе если мы нажимаем если вы нажимаем вниз и если мы не прыжки то 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 мы приседаем иначе иначе мы атакуем подкатом то есть имидж дай ну то есть меняем картиночку и соответственно выходим из состояния прыжка что тут опять не так что тут опять не так у у нас есть проверка на то чтобы было невозможно прыгнуть в воздухе но не во время подката то есть во время подката мы можем по идее прыгнуть короче как вы видите что что у нас получается в этом подходе что-то неправильно вот мы его четвертый пример уже начинаем смотреть и что-то неправильное что неправильно каждый раз когда мы касаемся нашего кода у нас что-то ломается нам понадобится добавить еще кучу движений ведь у нас даже ходьбы нету и при таком подходе нам придется преодолеть еще очень и очень много багов как вы видите добавляем новую фичу мы ломаем можем сломать парочку предыдущих фич добавив 2 новых фичи мы можем сломать 4 или 3 предыдущих фич вот поэтому с каждым новым добавлением то есть вы уже должны были заметить что когда мы хочешь что-то новое добавляем какое-то новое состояние нам нужно искать баги нам нужно искать баги то есть каждое новое добавление требует работы и с каждым разом это все больше больше и больше и и где же наше спасение наше спасение в конечных автоматах что такое конечный автомат ну давайте сначала посмотрим посмотрим на одну картиночку и эта картиночка вот отсюда прям уже так вот в порыве этом не знаю разочарование вы убираете все и рисуете вот такой вот схему в данном случае эта схема как раз и похожа точнее уже не похожа а четко показывает что это конечный автомат что такое конечный автомат либо стоит машина еще по разному называют это тогда когда у нас что-то может находиться только в одном конкретном состоянии и из этого состояния возможен переход в конкретное другое состояние то есть невозможно перейти в какое-то непонятное состояние к примеру если мы присели и когда мы присели то прыгнуть типа такого вот то есть есть конкретное конечное состояние то есть каждый момент времени объект может находиться в одном состоянии и перейти из как конкретного состояния возможно только каким-то одним или двумя способами и в какое-то одно другое состояние смотрим когда игрок стоит он стоит он может сесть для этого нужно нажать нажать кнопочку вниз тогда он переходит состояние там присеста или или ну сидит он короче дальше тогда он состоянии сидения чтобы из него выйти нужно отпустить кнопочку вниз то есть отпустить ее когда он отпускает он приходит опять в состояние стояния дальше из состояния стояние можно перейти еще в состояние прыжок. Для этого нужно нажать кнопочку B. Если игрок переходит в состояние прыжка. Если мы находимся в состояние прыжка, мы можем перейти еще в одно состояние. Если нажмем кнопочку вниз, будучи в этом состоянии. А кнопочка вниз означает, что мы переходим в состояние атаки подката. Вот. Вот простой конечный автомат. Из состояния джампинг мы не можем сразу же перейти в состояние присеста. Потому что здесь нет переходов. Вот так вот мы запрограммировали. Ну и конечные автоматы немного сложнее, чем стоят в машине. Ну классические конечные автоматы, такие таблицы, в которых много там всяких флагов, состояний. Может быть, как-нибудь будет время, то я доберусь и создам какой-нибудь такой конечный автомат. Так вот, к чему мы пришли? К чему мы пришли? Суть заключается в следующем. У нас есть фиксированный набор состояний, в которых может находиться наш автомат. Автомат может находиться только в одном состоянии, в каждый момент времени. Последовательность ввода последовательность ввода или событий, передаваемых автомату. Есть. То есть мы передаем какие-то события. Или в данном случае нажимаем кнопки. Каждое состояние, вот у нас 4 состояния, имеет набор переходов, каждый из которых связан с вводом. Вот, каждое состояние связано с вводом и указывает на состояние. В этой чистой форме это и есть целый, как здесь написано, банан, да, состояние, ввод и переходы. Ну и одна из проблем нашего старого класса героини заключается в том, что он допускает некорректную комбинацию булевских ключей. Булевских ключей вот этих из джампинг, из дакинг, которые не могут быть истинными одновременно. А если у нас есть несколько флагов, то только один из них может быть true. то выход из этого всего, то есть мы уже подошли к тому, что есть состояние, то выход из этого всего в данном случае, к примеру, создать перечисление, в котором описать конкретное состояние. И тогда мы избавимся от наших булевских флагов. Ну и теперь давайте посмотрим. Вместо всех тех кучи булевских флагов у нас теперь есть одно поле state, состояние. И в зависимости от состояния мы проверяем, ну вот у нас приходит на вход. Мы проверяем, какая кнопка. То есть для состояния стояния мы можем, нам нужна кнопка B, либо кнопка вниз. Для прыжка кнопка вниз, чтобы атаковать. И когда мы присели, то нам важна только кнопка отпускания, то есть событие отпускания кнопки, чтобы встать. выглядит довольно тривиально. Этот код, вот этот код, гораздо лучше, чем предыдущий. Но у нас остались некоторые ветвления. Но зато мы упростили изменяемое состояние до единственного поля. До этого у нас были булевские переменные. Это самый простой, самый простой способ реализации конечного автомата. И довольно часто вот такого способа вполне хватает. Хватает с головой. Ну, он простой, простая реализация, соответственно, зачем усложнять то, что можно упростить. Но наша проблема может перерасти это решение по мере развития нашего проекта, мы, к примеру, захотели добавить нашей героине специальную атаку. Для проведения которой героине нужно присесть для подзарядки и потом разрядить накопленную энергию. И пока мы сидим, нам нужно следить за временем зарядки. То есть для этого так, сейчас я уже забыл, добавлял я тут. А, да, вот, добавлял. Это следующий пример. Так вот, для этого нам нужно добавить героиня, героиня, вот такое вот поле, которое будет указывать время зарядки, то есть будет хранить время зарядки. И, к примеру, у нас уже есть метод апдейт. Ну, апдейт, это есть тут у этого автора тоже такой паттерн, я его тоже разберу. Но, вкратце, апдейт, это функция, которая вызывается, постоянно вызывается, то есть на каждом кадре вызывается вот эта вот функция. Соответственно, зная, что она вызывается на каждом кадре, мы как-то там обрабатываем состояние наших объектов. Вот. Ну, короче, в этом случае функция апдейт вызывается, и мы знаем на каждом кадре. значит, мы здесь смотрим, если мы сидим, то мы увеличиваем время зарядки. Так вот, если время зарядки превысило нужное, то активируем какую-то супер бомбу. Каждый раз, когда мы приседаем, нам нужно обнулять этот таймер. Вот в данном случае. Как только мы присели, таймер мы обнулили. Соответственно, мы меняем код еще и здесь. В конце концов, в этом случае, для того, чтобы добавить атаку с подзарядкой, нам пришлось изменить два метода. Вот этот метод изменить пришлось, вот этот метод, и добавить вот это значение, то есть, вот это поле. Ну, и чем дальше, тем больше будут каких-то изменений. Ну, если вы изначально не продумали архитектуру. Так вот, какое же конечное решение? Конечное решение вот для этой вот ситуации, вот я вот здесь поразбивал на классы, разные классы. Теперь давайте вкратце посмотрим. У нас есть героиня. Класс героини. Есть handle input, есть update, есть установка графики, ну, есть наша супер бомба. И героиня хранит переменную указатель на некий класс героин, героиня, состояние героини. Что это за класс? Это у нас интерфейс, интерфейс, некий интерфейс для всех наших состояний. И все состояния, вот они даже вынесены вот здесь, как статические объекты. автор предпочитает везде, где можно, точнее, везде, где можно и нужно использовать статические объекты, чтобы не тратить время на динамическое выделение памяти и все такое. В принципе, с этим я здесь согласен. Так вот, давайте посмотрим на героин стейт, на вот этот интерфейс. Дело в том, что это просто виртуальный класс, это у нас интерфейсы. Интерфейсы, этот класс описывает какое-то состояние. Дальше у нас есть классы standing state, ducking state, jumping stand и diving state. Они пронаследованы от вот этого класса состояния. Давайте посмотрим, diving state, видите, пронаследована, ducking state, то есть по факту все пронаследованы. EEE EEE И давайте перейдем к реализации. То есть, по факту, это интерфейс состояния. И когда нам нужно какое-то новое состояние, мы создаем класс, называем наше состояние и наследуемся от нашего интерфейса. Теперь, к примеру, давайте посмотрим класс DuckingState. То есть, это у нас приседание. Итак, смотрите, так как в режиме приседания у нас есть дополнительное поле ChargeTime, время подзарядки, мы его добавляем сразу же здесь. И теперь, когда героиня приседает, то у нас считается наше время подзарядки. И фишка в том, что мы соответствуем все той же картинке. То есть, мы из DuckingState можем перейти в новое состояние только тогда, когда на вход будет подано вот такое событие, что кнопка была отпущена. То есть, только если мы находимся в состоянии приседания. Больше ни в какое состояние мы перейти не можем. Здесь, вот как бы вот здесь как раз идет обработка. В какое же состояние перейти? Где это сейчас используется по коду, мы сейчас увидим. То есть, для каждого класса состояния мы определяем класс, свой класс, который реализует этот интерфейс. Его методы определяют поведение героини в данном состоянии. То есть, грубо говоря, из предыдущего примера, вот у нас был предыдущий пример, и вот здесь, 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 не, не здесь, вот здесь, да? Вот здесь мы взяли и обработали все эти свечи, только для каждого свеча создали свой класс. То есть, это грубо говоря. Так вот, делегирование состояния. Давайте посмотрим на героиню. Как же происходит делегирование состояния? Вот здесь есть handle input. Здесь на вход подается какое-то событие. И вот стоит это текущее состояние. У меня героиня создается с состоянием по умолчанию стояния. Героиня стоит. Так вот, героиня стоит. Приходит сюда некое событие. Давайте перейдем в состояние стояния. Стендинг стоит. Так вот, если сюда приходит событие, press down, то мы переходим в состояние какое? Правильно приседаем. Иначе же, если пришло нажатие на кнопку B, то мы прыгаем. То мы прыгаем. Соответственно, наше состояние меняется. То есть, в этом случае, если, если, если пришло какое-то другое событие, мы, а мы его не обрабатываем, мы просто возвращаем нул, да? Нул ПТР, ноль. Значит, если, а в режиме стояния у нас возможны только два варианта. Так вот, если они удовлетворяются, у нас возвращается новое, как мы видим, состояние. Вот оно возвращается. Как только событие было корректно обработано и мы переключились, то тогда мы удаляем старое состояние и присваиваем там новое состояние нашей героине. И при следующем HandleInput, при следующем каком-то событии, наше состояние уже будет другим, в зависимости от того, что мы сделали перед этим. Ну, к примеру, давайте. Standing State, да? Нажали кнопочку вниз. Вот мы... Или нет, давайте кнопочку B, да? Прыгнули. Вернется, создастся объект NewJumpingState. Вот он создастся. И в этом случае сюда State уже будет равен JumpingState. Приходит новое событие. В данном случае State уже не стояние, а JumpingState. Соответственно, мы можем нажать только вниз и переключиться в атаку. Кода, который переключает из JumpingState в стояние, нет. Ну, для простоты. Потому что здесь он должен быть, понятное дело. Потому что мы нажали кнопку B, игрок прыгнул, и через какое-то время он все-таки приземлится. Соответственно, нужно будет встать. Так, 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 так. Так, по поводу вот этих вот статических, статических полей. Где у нас героиня? Нет, это, 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 это. Вот тут, да? Вот они. То есть, можно, можно конечную же. Вот здесь, вот здесь не, не выделять, к примеру, каждый раз память. Можно непосредственно возвращать указатель на уже текущее статическое состояние. Где оно, где оно, где оно? Да, блин, запутался. А, вот. Можно уже возвращать указатель на готовые объекты, которые будут четко указывать, ну, говорить о том, в каком мы состоянии. То есть, это уже зависит от того, от вашей конкретной задачи. Либо выделять каждый раз память. Либо же просто возвращать указатель, указатель. Ну, к примеру. К примеру. Ну, тогда там нужно будет еще почистить. Так, это стендинг. Вот он, стендинг. Можно делать вот так. Вот так. Так, и берем адрес. Вот. Можно делать вот так вот. И, соответственно, у героини не удалять это состояние. Но в этом случае, что делать вот с этим? С NoPTR. А, в принципе, с NoPTR ничего не делать. Проверка будет. И тогда вместо Delete, Delete не делать, а просто переприсваивать этот указатель. И этот указатель нашей героини всегда будет указывать на какой-нибудь дианон. Один из этих объектов. Можно сделать так. Но все зависит от того, что вам реально надо. Потому что не всегда этот подход нужен. И не всегда он, например, будет корректно работает. Так, так, так. Ну, в целом, в целом, все. А, ну, в целом не все. Здесь как раз же открыто вот. Да, статические состояния не подойдут, если... Ну, вот как раз вот этот пример открыт. Если здесь время перезарядки. Почему не подойдут? Потому что каждый раз, когда мы приседаем, мы создаем в данном случае новый объект. Вызывается конструктор, и время подзарядки сразу обнуляется. Ну, инициализируется нулем. В случае же со статическими объектами, то нужно будет где-то его постоянно обнулять. Вот. Поэтому, если есть у вас возможность безболезненно использовать статические объекты, используйте. Если же начинаются костыли, как в данном случае могут начаться костыли с временем подзарядки, то лучше не городить костыли, а если уже так уж пошло, то использовать динамическую область памяти. Итак, мы получили, конечно, конечный автомат, и вот такой вот, точнее, стоит машину, и вот такой интересной реализации. То есть, по факту, если в каждом состоянии нам нужно менять, добавлять еще какие-то свойства, еще, возможно, там, супербомб, или еще лечение, или еще что-нибудь, то мы меняем только конкретный класс состояния, и все. А в случае с героиней здесь все просто. Есть текущее состояние, ему передается обработка, в каком-то конкретном состоянии происходит возможная проверка, куда мы можем перейти, в зависимости от события. И, соответственно, либо происходит переход, либо переход не происходит. Здесь этот пример очень хорошо демонстрирует мощность, так сказать, стоит машин, да, и вот именно такой реализации. Потому что теперь, если что-то нам нужно изменить в состоянии, состояние, стояние, нам нужно только взять и менять это состояние. Больше нигде нам лазить не нужно, и ничего менять не нужно. Поэтому, надеюсь, вы оценили, да, фишку, стоит, ну, автор писал, что это вроде бы где-то, что это один из его, по-моему, любимых. Я могу сказать, что и у меня тоже он один из, ну, не то что любимых, а можно сказать, наверное, и любимых, один из паттернов, это, конечно, да, конечные автоматы. Порой их реализация довольно сложна, конечных автоматов. Стоит машины, все-таки, немножечко, чуть-чуть другое, но они очень похожи. Но, фишка в том, что ошибиться здесь уже сложно. Когда мы создали состояние, создали таблицы состояния, то у нас есть четко конкретные состояния. И мы всегда, даже, если, ну, использовать конечные автоматы, даже, можем, эти конечные автоматы создавать в файликах, разумеется, если все состояния уже известны, ну, если новых состояний не будет. И не пересобирать программу, просто менять эти таблицы состояния, прямо в файлике, в каком-нибудь текстовом. То есть, на конечных автоматах основаны, к примеру, могут быть основаны синтаксические анализаторы. Вот в данном случае работает синтаксический анализатор. Вот я точку с запятой убрал. Как мы видим, сразу же ИДЕшка ругается. Она говорит, дружище, у тебя там, скорее всего, пропущена точка с запятой. Здесь, скорее всего, реализована на конечном автомате. Потому что есть закрывающаяся скобка, после закрывающейся скобки обязательно должна быть точка с запятой. Ну вот, обязательно. Для функции не обязательно, но это же было определение типа нового. Соответственно, сейчас автомат вот в этом случае может находиться в состоянии завершения описания типа. а завершение описания типа обязательно точка с запятой. Точку с запятой поставили, все хорошо. Я думаю, вы идею поняли. То есть, на конечных автоматах много чего сделано. Роботы всякие могут программироваться, потому что есть конкретное состояние. Ты выключен, выключен, значит, тебя нужно включить. Из состояния выключить можно перейти в состояние включить. То есть, из состояния выключен перейти в состояние ехать вперед нельзя, не перейдя в состояние выключиться, да, к примеру. Вот, ну, думаю, все. Поэтому всем спасибо за внимание. Обязательно, обязательно переходим и читаем вот это, не только это, а и другие паттерны сами, чтобы не слушать мои, возможно, иногда не очень хорошие объяснения. Но, если вам, конечно же, устраивают мои такие обзоры, такая озвучка с такими вот примерами, взятыми оттуда из той книги, то, конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и все такое. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok